всем привет меня зовут артур и мы в классе нейросети для создания голосов я расскажу давайте сразу перейдем к введению речь пойдет о создании голосов конвертации голосов то есть преобразование например моего голоса в голос какого-то известного или неизвестного человека тут уже как мы захотим мы будем использовать готовые модели я все расскажу покажу где взять как установить это будут разные способы но все они без заморочек я сознательно отсеял знания каких-то языков программирования и в общем много-много установок есть сейчас уже варианты упрощенные но очень функциональные и что самое главное я сделаю акцент на бесплатных инструментов по крайней мере на данный момент на момент записи класса они бесплатные я надеюсь они такими и останутся платные опции позволяют получить возможно больше вариантов настройки каких-то и так далее но для типичных наших задач я нашел варианты которые рабочие мы сегодня с вами все это разберем давайте на этой в этой же части точнее я немножечко покажу на что собственно способны и как можно использовать нейросети для преобразования создания голосов например я записал свой фрагмент голоса пусть это будет условный какой-то дубляж не знаю звучание и так далее то я а ты кто забег был отличным кевин чертовски хороший адвокат если бы ты купил класс вовремя ты бы знал как поменять голоса то есть это мой голос записаны сходу и как будто мы его превратим другой голос то я а ты кто забег был отличным кевин чертовски хороший адвокат если бы ты купил класс вовремя ты бы знал как поменять голоса сразу скажу это не идеальная конвертация на данный момент всегда при особенно при чистом прослушивании без музыки дополнительного там каких-то дизайна эффектов мы можем услышать артефакты и проглатывание букв особенно r да многие модели картавят и ну я думаю это временно тут так или иначе это будет улучшаться и в принципе уже сейчас мы можем использовать еще один очень известный голос и что нам с этим делать паралях арнольд шварценеггер жан-клод ван дам боло янг вот многие мои сверстники уж точно выросли на этих голосах этих голосах это юрий живов супер огромное количество фильмов он озвучил это как пример использование нейросети для дубляжа мы также я в частности последнее время стал активнее использовать это в ряде примеров я подготовил какие-то проекты просто даже для просто для демонстрации потому что он какие-то коммерческие я не могу показывать к сожалению но тем не менее нам этого будет достаточно у нас есть некий оригинал да все классно замечательно мы с помощью нейросети опять-таки получим фонограмму отделим музыку от голоса то есть у нас минусовка грубо говоря пропевку лет и так далее я взял небольшой фрагмент этого достаточно для демонстрации запишем свой голос но я в данном случае уже записал свой голос с нужным мне текстом он больше для прикола такой но тем не менее более того я сразу из своего голоса получу женский голос получил какие-то дополнительные бэки и у нас получится вот такой фрагмент во сне и 3 демона заменил голоса на левые дыхание спящих он умеет похищать бояться не надо голоса всегда будут рядом твои а капеллы демон будет за меня идти припев заменяй голоса ты смелей заменяй заменяй свой голос всегда голоса находи ты скорее сети текст конечно же супер гениален он был написан сразу сходу во время записи но я думаю не суть более того мы можем и использовать какой-то готовый голос заменяй голоса ты смелей за меня заменяй за меня и свой голос всегда оригинал находи ты скорее сети я взял модель она в открытом доступе валерия кипелова и сделал так чтобы он спел другой текст конечно же я сразу оговорюсь с точки зрения морального и юридического применения это на совести каждого из вас но я думаю прогресс в данном случае не остановить но я только всеми конечностями за чтобы это было как-то юридически уж точно расписано оформлено в некие нормативные акты чтобы каждый понимал что можно делать а что нельзя понятно есть моральный аспект каждый в общем сам на совести каждого как это можно использовать я показываю варианты более того мы можем также извлечь музыку голос какой-нибудь другой песни англоязычный и сделать чтобы оригинальный артист на одном языке спел на нашем языке да то есть мы просто перепеваем нужный текст или там переговариваем и так далее и у нас получается вот такой вариант тоже в качестве демонстрации это оригинал очень известная песня там не знаю лет 9 10 назад припевчик пока без нас вот ну полностью вы можете его найти в сети послушать я заменил вообще другим голосом давайте с припева да я поменял язык я просто спел на русском языке заменил свой голос и получилось например вот так можно использовать вместе да то есть создаем некий пачку голосов мы можем заменить их вообще добавить еще какие-то пачки байки я сейчас открою вот то есть дополнительные партии там же для обогащения и так далее да у байков тут нет я уж не стал делать там верхние партии которых поют вот эти штуки но это все можно сделать вообще легко без проблем если уж текст поется то очень легко исходный голос вот он был такой я просто спел один дубль из него все остальное создать тебя я научился не сходить вот так он звучит ну чтобы вы понимали байки это вот то есть дополнительные партии которые мы пропеваем разными интервалами но это уже немного аранжировки музыки и так далее то есть если подытожить ну и конечно я не мог не показать этот нейро кавер который разлетелся в интернете оригинал давайте сначала так сделаем так и тяжелый вид спорта каждый бывший выводил из зоны комфорта каждый бывший тренер и припевчик теперь он пьяный по твоей вине царица царица а землю взгляды лютый хуй крутой продакшен прикольный такой поп-трек очень классный мы сделали чтобы вместо оригинального голоса получилось вот так я добавил еще немного никельбэк они вдвоем то есть дуэт джеймс хэдфилд и чат шугер и никельбэк металлика плюс никельбэк где вы еще такое увидите только в нейросеть это отдельно голоса да я это немножко сделал пошире и в качестве прикола да по моему винни-пух у нас пел то слепнот вот то есть ну не знаю области применения мне кажется безграничны уже на данный момент и в принципе для ряде ряда случаев в моем случае это демо записи для актеров дубляжа например для дикторов для артистов для которого пишется песня аранжировка и так далее то есть ну чтобы человек понимал как это все будет примерно звучать причем он вообще еще не рот даже не открыл не то что там свой голос записал это очень помогает в работе ускоряет процесс удешевляет его в ряде случаев но пока именно для финального супер качества на данный момент опять же оговорюсь это не дотягивает но для ряда случаев 90 процентов это работает круто отлично ну где специально вот эти примерчики вам показывал и так давайте по порядочку перейдем нашей нейросетевой истории поехали